Ребята должны, конечно, уже быть более подготовлены на эти ряды вооруженных сил. В Красноярском крае создадут региональный учебно-тренировочный центр военно-патриотического воспитания молодежи. Меня больше привлекает работать с маленькими детьми. Я люблю маленьких детей. В Енисейске, в воскресной школе при Успенском кафедральном соборе детей учат не только законам Божьим и рукоделию. Какие еще навыки осваивают юные прихожане? В Назарово свыше 300 человек приняли участие в самом массовом ежегодном забеге на лыжах «Лыжня России», как прошла всероссийская акция. На ферме в районе Центрального КПП с утра кипит работа. Напоить и накормить стадо крупнорогатого скота в 300 с лишним голов и отару овец в 700 – дело нелегкое. На частном подворье сегодня всего-то 10 работников, включая хозяев – скотники, водители и администрация. Крестьянское фермерское хозяйство еще совсем молодое. Шесть лет назад Балахтинский предприниматель выкупил находящуюся в собственности у банка бывшую территорию дорожно-ремонтного предприятия, несколько пустующих зданий и два гектара земли. И начал разводить скот. Сбыт мяса доверил сыну. С самого начала вообще было два работника, я и Александр Домашенко. Поставляли мясо, пользовались услугами у Ярского мясокомбината по забою. Возили мясо на грузовике в Красноярск по торговым точкам. Сегодня для семейной фермы начинается новый этап. Бизнес решили расширить, наладить собственную переработку мяса, открыть частный мясокомбинат. Но брать кредит в банке накладно. Быстрых дивидендов производство не приносит. Обратились в Зеленогорский фонд развития предпринимательства, который за несколько лет работы на различных условиях уже выдал 20 предпринимателям 55 миллионов рублей. Предоставив фонд подробный бизнес-проект частного мясокомбината, фермер тоже получил займ на льготных условиях – 10 миллионов. И на ферме развернулось строительство. Пока утепляют внешний контур зданий. Трехэтажки откроют колбасный цех, а в соседнем будет забойный и обвалочный цеха по переработке и утилизации отходов. В проекте предусмотрено все. Заключены договоры и с ресурсоснабжающими организациями. С водой вопросов нет. Тем более у нас есть две автономных скважины. То есть, если получится какой-то порыв на трубопроводе, то вода будет поступать с собственных резервуаров. А к концу весны на новое предприятие уже планируют начать набор работников. За год общий штат увеличится в несколько раз. При запуске забойного цеха персонал значительно расширится. То есть, это будут и забойщики, это будут и обвалщики, жиловщики, то есть рабочие, которые будут готовить полуфабрикаты. Минимум это 30 человек. Это где-то примерно июнь-июль постепенно будет набираться персонал. К концу года, возможно, до 50 человек. И это не предел. За три года постараются нарастить обороты, выйти по сбыту на соседние регионы. Тогда рабочих мест станет еще больше. В общей сложности обеспечить стабильным заработком здесь планируют до 100 человек. Железногорск стал площадкой для дискуссии о патриотизме. На базе учебного центра МВД прошел круглый стол о воспитании в подростках любви к малой родине и до призывной подготовки юношей. Президент наш недавно заявил, что у России есть идея. Идея – это патриотизм. Я думаю, все здесь находящиеся согласны с этим. Я думаю, нас бы здесь не было. Ну и в свете этого хочу только пожелать подготовленной работы вам, чтобы поделились опытом, рассказали о том хорошем, что у вас есть. Основной акцент участники круглого стола сделали на допризывную подготовку. С сокращением времени службы в армии ее качество заметно ухудшилось, отметил депутат законодательного собрания Юрий Швыткин. Ребята должны, конечно, уже быть более подготовлены, идти в ряды вооруженных сил. Первое. Второе, значит, переход на профессиональную основу предполагает собой, что ребята, идущие как сокращенные службы, тоже должны уже иметь соответствующую морально-психологическую подготовку. Значит, не только, я скажу, они, но и члены семьи, то есть родители, да, в первую очередь, которые должны не бояться отправлять ребят в армию, которые должны понимать о том, что это действительно важная обязанность, священный долг, как мы говорим, каждого мужчины. Участники дискуссии сошлись во мнении, что технологии военно-патриотического воспитания, которые использовались ранее и базировались в той или иной мере на методике начальной военной подготовки, уже не отвечают современным требованиям. Молодежь сильно изменилась. Для вовлечения большого количества подростков в патриотическое движение нужен принципиально новый способ подачи материала. Если ранее в деле подготовки защитника Отечества главная надежда была на вооруженные силы, на армию, то сейчас ситуация изменилась. И на повестку дня встает вопрос о создании регионального учебно-тренировочного центра военно-патриотического воспитания. Центр мы предполагаем создать в Красноярске, значит, прислушный, военно-патриотический, это не принципиально, как будет называться, который будет нести и методическую в себе функцию, и организационную, управленческую, да, функцию. Значит, безусловно, те подразделения этого центра должны быть соответствующие на местах. Ну, в соответствии с той численностью и необходимой потребностью, значит, доплезной подготовки в той или иной территории. Центр займется теоретическим и практическим обучением, в том числе руководителей и инструкторов клубов, их обмен опытом. Возьмет под свое крыло местное объединение, которое сейчас испытывает определенные организационные и финансовые трудности. Всего на территории региона работает порядка 170 различных патриотических клубов. У молодежи интерес к таким клубам еще пока остался. Чтобы стремились попасть в хорошие войска, чтобы защищали свою родину. К созданию военно-патриотического центра до призывной подготовки в Красноярске планируют приступить уже в конце этого года. На Таймыре стартовал второй фестиваль-конкурс семей. Возрождение родного языка через всех и каждого. Его цель – сохранение развития самобытной культуры и традиций, возрождение исчезающих языков, раскрытие творческого потенциала представителей коренных малочисленных народов полуострова. Конкурс пройдет в несколько этапов. В нем примут участие воспитанники дошкольных групп, учащиеся в общепрозвательных классах, педагоги и родители ребят. Для малышей и подростков проведут турниры по национальным видам спорта и играм, интеллектуальный марафон на знания традиций, обычаев, обрядов и верования своего народа. Ребята продемонстрируют своим родителям и педагогам знания стихов и сказок на родном языке. Заключительный этап фестиваля пройдет в Дуденке в период с 8 по 12 декабря. В Бородино прошла молодежная акция «Позвони родителям». Активисты вышли на улицы города с призывом отложить все свои дела и вспомнить о самых главных людях в их жизни – родителям, проявить к ним заботу и внимание. Школьники раздавали листовки и предлагали прохожим тут же на месте позвонить. Такая акция в Бородино проходит впервые, но организаторы планируют сделать ее традиционной. Занятия в воскресной православной школе, что уже несколько лет работает при Успенском кафедральном соборе города Енисейска, проходят одновременно для детей разных возрастов. Здесь и те, кто еще только начал лопотать свои первые слова, и те, кто успешно грызет гранит науки в старших классах общеобразовательных школ. Атмосфера занятий по-домашнему уютная и добрая. Все, как в обычной семье. Каждому дано задание по его способностям. Кто-то рисует, кто-то старательно орудует ножницами. Ребята постарше помогают малышам. Сегодня дети делают голубей. Птицы это для занятия было выбрано не случайно. 6 февраля святой Ксении Блаженной мы захотели деткам рассказать об этой святой, чтобы они знали. И так как Ксения любила эти голуби и всегда их кормила, детки сделали такие поделки. Если какая-то другая тема, например, евангельские события, мы рассказываем притчи, то тоже стараемся делать поделки, чтобы дети усвоили эту тему на практике. И тогда они ее лучше запомнят и усвоят. Вера Корнева – одна из самых старших воспитанниц воскресной школы. Поэтому с нее, как говорится, и спрос больше. Она и за малышами присмотрит, и маме на кухне поможет. Но девочке такое доверие со стороны взрослых только в радость. Меня больше привлекает работать с маленькими детьми. Я люблю маленьких детей. И я люблю им объяснять что-то, если им что-то непонятно. А как бы, ну, какую помощь оказываю, я готовлю для детей, чтобы они поработали здесь на уроке, а потом, чтобы они покушали, как бы, ну что, до дома, может, кому-то далеко, и кушать хотят дети. Занятия в воскресной школе не ограничиваются одним законом Божьим и рукоделием. Да и одного выходного дня для детей и взрослых этой православной общины оказалось недостаточно. Вот, например, во вторник, пока взрослые осваивают азы старинного знаменного пения, дети под руководством опытного тренера занимаются спортивной акробатикой и гимнастикой. Конечно, пока это только первые шаги, но именно они для малышей самые важные. Я очень люблю заниматься сей акробатикой. Мосяк уже научил сделать березку, на голове стоять. Мы хотим всесторонне развивать детей, чтобы им как-то интерес был. Но многие же верующие семьи отдают детей в спорт. Почему бы нам здесь, в узком своем кругу, тоже не попробовать развивать детей? Помогая всесторонне развиваться своим детям, взрослые тоже активно занимаются творчеством. Осваивают народные инструменты, мечтают создать свою православную рок-группу. А почему бы и нет? Ведь, как сказал Господь в одной из своих притч, если тебе дан талант, его же зарывать его в землю. Назаровцы признались в любви к спорту. 14 февраля на лыжню вышли свыше 300 человек. Это самый массовый ежегодный забег на лыжах. 8 лет подряд город Назарова присоединяется к всероссийской акции «Лыжня России». Горожан не останавливает ни мороз, ни дела. Из года в год количество участников практически не меняется. Три сотни – эта цифра стала нормой для города Назарова. В акции «Лыжня России» традиционно принимают участие как профессионалы, так и любители спорта. К слову, все больше семей, а не одиночек, приходит на старт. Абдул и Артур – родные братья. Их главное увлечение – вольная борьба. Любовь к лыжам прививает их дедушка. Потому что, когда первый раз я встал, я падал всегда. Еще у нас трое там, которые маленькие совсем, они еще не могут. Но в следующем году, надеюсь, будут участвовать. В этом массовом забеге на лыжах главное участие, а не победа. Самой юной лыжницы нет и трех лет. А вот самой опытной спортсменке – 75. Генриета молода душой и тело поддерживает в соответствующей форме. С помощью лыж женщина успешно борется с вирусами простуды. Люблю лыжи. Это мое хобби. Я лыжи не применяю ни на что. Буду кататься, пока смогу. Лучше умру на лыжне, чем в клинике. Подобное событие для школьников приносит не только пользу для здоровья, но и может стать первым шагом в их спортивной карьере. На мероприятии присутствуют тренеры, которые присматривают возможных будущих чемпионов. Самых упорных приглашает в секцию. Его сразу видно, он координированный. Если сразу с первого встал на лыжи, он уже идет, и руки, ноги идут правильно. Это уже есть повод присмотреться к этому ребенку. Ну и характер. Если он упирается и бежит, не тренируясь, а бежит, значит тоже в нем есть характер. С каждым годом здоровый образ жизни получает все большую популярность. В городе Назарова все чаще можно встретить в березовой роще излюбленном месте назаровцев лыжников. Да и такие акции лишний раз подтверждают. Спорт в городе любят. Субтитры подогнал «Симон»